Людмиле Лозинской, специалисту по социальной работе Центра Вера, к конкурсам не привыкать. Благодаря интернету на странице Центра в социальной сети Людмила Васильевна в любой момент может посмотреть архивную информацию, текст и фото по мероприятиям, которые проходят в учреждении. Вот у нас было недавно в Сергеев Посаде Всероссийский день ходьбы. Мы участвовали, получили дипломы, нас наградили палками и вот это все выкладывается. Людмила Васильевна выступает во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2017» в номинации «Мои интернет-достижения». Но это сейчас она ловко орудует клавиатурой и мышкой, а когда-то даже к элементарным вещам долго и упорно привыкала. Включить компьютер, как открыть ту папку, другую папку. То есть вот это была задача, как файл закрепить то мероприятие, другое мероприятие. И мне помогали мои коллеги. Еще один участник конкурса, также работница социального центра «Вера», организатор культурной деятельности Наталья Свитина. Она тоже выставила работу в номинации «Мои интернет-достижения». Главное из них – свобода творчества. Раньше, как было раньше, в библиотеке обычно сидели, сидели в библиотеке, сборники пролистывали. А теперь удобнее, конечно, можно просмотреть, что тебя устраивает, забрать оттуда информацию. Сама Наталья Васильевна отмечает, что в среде людей пожилого возраста пользование интернетом все же большая редкость. Некоторые приобщаются, но кто помоложе, кто помоложе. Вот 66 лет у нас женщина есть, вот она самая молодая в этот заезд. Вот она, да, она общается, значит, через интернет со своими одноклассниками. Наши героини также активно используют интернет для общения. Людмила Васильевна родом с Урала. Там у нее родные, друзья, коллеги. Раньше общение с ними было большой проблемой. Интернет стер расстояние. Я постоянно в интернете и могу с ними разговаривать, общаться. Изучила самостоятельно по книгам и журналам. Естественно, что самостоятельно изучать и компьютер, и сеть интернет довольно сложно, а потому помогают и коллеги по работе, и родственники. Внучка там, внучка, она что-нибудь, бабушка, вот музыку там, она рок-музыку любит, вот группы. Бабушка послушает, тебе нравится там. Вот как бы за счет внуков больше. В фойе Центра Вера в свободном доступе находятся два компьютера, сесть за которые может любой желающий. Но стоят они совсем не для праздного, времяпрепровождения. Это для обучения пенсионеров и для обучения нас, сотрудников. То есть, вы знаете, мы люди старшего поколения, мы тоже, мы в свое время не работали с компьютерами. И сейчас мы, работая здесь, конечно, должны постоянно обучаться. Вполне возможно, благодаря обучению участников конкурса «Спасибо интернету» с каждым годом будет становиться все больше. Тем более, что в этот раз никаких амбициозных задач наши участницы перед собой не ставили. Да что, давай попробуем. Людмила Васильевна, я вот. Ну, давай попробуем. Не получится, не получится. Надо все пробовать. Таким образом, важна не победа, а участие. Тем более, что главные победы – освоение новых технологий, которые способны серьезно изменить жизнь к лучшему, наши участницы уже добились. Итоги конкурса будут подведены в конце октября. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.